Пока местные и европейские политики били в набат, белорусы еще в начале декабря объявили об успешном монтаже корпуса второго реактора. В Литве чиновники утверждают, в зоне потенциальной опасности может оказаться полтора миллиона жителей нашей страны. План эвакуации намерены совместно разрабатывать несколько министерств Литвы. Планы планами, но когда в общественном пространстве чуть ли не ежедневно нагнетается атмосфера опасности, то это может торпедировать в принципе все экономические успехи столицы. Ведь какой инвестор будет вкладывать деньги в зону, которая, по словам чиновников, потенциально небезопасная? И какой застройщик будет строить новые дома, если они в один момент могут обесцениться? Казалось, вопросы вполне логичные. Однако бизнес, кажется, живет по своим правилам, которые не обязательно всегда соприкасаются с алармистскими настроениями власти. Не знаю, станут ли цены на недвижимость меняться тогда, когда АЭС вступит в строй. Уже и сейчас люди знают и учитывают то, что станция раньше или позже начнет работать. Поэтому спекулировать на этом, рассуждать, как будут меняться цены после ввода станции в эксплуатацию, и по каким параметрам АЭС не будет отвечать требованиям безопасности, я бы не стал. Что касается инвесторов, то при оценке нашего региона и принятии решений, один из критериев наверняка – это и геополитическая безопасность. На действия инвесторов, естественно, влияют различные факторы, в том числе и политическая стабильность региона. Но нужно не забывать, что мы являемся частью большого рынка. Входим и в ЕС, и в НАТО. Зарубежный инвестор смотрит глобально и учитывает все факторы. Трудно что-то прогнозировать, однако сам рынок наглядно показывает положение дел. А он, судя по динамике инвестиций, никакой опасности пока не замечает. Вильнюс разрастается во все стороны. Новые компании вкладывают немалые средства в различные проекты. То есть, пока с высоких министерских трибун трубят одно, в реальности все совершенно иначе. И никакой паники. Достаточно только сказать, что доля вильнюсского уезда в ВВП страны составляет 41%. Несомненно, безопасность страны является первоочередной задачей. И с этим не поспоришь. Но не ухудшат ли постоянные заявления о потенциальной опасности региона инвестиционный фон в Вильнюсе и в стране в целом? Ведь, по мнению экспертов, нам еще до лидеров далеко. Говоря об общей картине инвестиций по Литве, в целом радоваться нечему. Вот говорят, что в район лаздией не инвестируют средств. Так вот, в масштабе Европы мы и есть эти лаздией. Прямые зарубежные инвестиции на одного человека в Литве в полтора раза меньше, чем в Латвии. В три раза меньше, чем в Эстонии. И в 36 раз меньше, чем в Ирландии. Чем чаще говорится о той или иной проблеме, тем больше обращают на это внимание. Несмотря на известия о строительстве и скором запуске АЭС, стоимость квартир и цены на иную недвижимость не только не уменьшаются, но даже растут. Естественно, что скандинавские инвесторы оценивают все наши плюсы и минусы. Логично, что появился в списке влияний и такой пункт, как Островецкая АЭС. Из-за небольшого размера нашей страны расстояние от часовой бомбы до наших границ не играет большой роли, будь то 50 или 100 километров. Беда затронет всю страну. Это правильно, что развивается гражданская оборона и разрабатывается план эвакуации. И что мы помним об опасных соседях? Просвещение общества – это здорово. Такое соседство – это скорее минус, чем плюс, но повлияет ли это на стоимость недвижимости? Думаю, что нет. Впрочем, это были оценки специалистов. А что же сами жители? Чувствуют ли они опасность из-за будущего соседства со станцией? Нет, абсолютно не чувствую никакого. Я рада за них. За Белоруссию, что они строят. Да, не очень. Нет, нет, не чувствуем. Почему? Наверное, мы просто не думаем об этом. Ну, я-то чувствую. Я по образованию физик. И опыт подсказывает. Несомненно, опасно. Такие электростанции не должны строиться около крупных городов. Проблема заключалась в другом. У нас на высоком уровне не было двухсторонних отношений с Белоруссией. При нормальных отношениях мы могли бы уговорить их строить в другом месте, ведь выбиралось одно из двух мест. Лично я ничего не чувствую. Опасность должно быть есть. С рекой Нерис произойдут, видимо, изменения. Вряд ли уже что-то можно сделать. Я об этом даже не думала. Мне кажется, что есть люди в нашем правительстве, которые обязаны об этом думать и знать об этом больше, чем я, простая гражданка Литвы. Есть опасность, что взорвётся, ведь это рядом с Вильнюсом. Но нужно согласовывать интересы стран. Нельзя говорить, что наша страна решила так и таким образом навязывать свою волю. Должно всё решаться на демократической основе, на уровне стран. Должны учитываться интересы не одной страны, а всего региона. Это не значит, что нужно потакать белорусам. Они должны принимать решения. Но если на них можно повлиять положительно, без насилия, то ура. Безопасность есть, но гарантий, что так случится, ну точно нет. Возможно, эти настроения как-то поменяются к 2020 году, когда первый блок белорусской АЭС будут пускать в строй. Однако пока в динамике инвестиций, в ситуации на рынке недвижимости и, в конце концов, среди обычных жителей не видно страха потенциальной катастрофы. По крайней мере, пока. Андрей Танин, Аудрис Адрияускас, Первый Балтийский канал.